Здравствуйте! Это программа «Синяя птица». В ней мы по-прежнему рассказываем о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Сегодня наша «Синяя птица» вновь прилетела в городской социально-реабилитационный центр для того, чтобы познакомиться и познакомить вас с Ленаром. Итак, наш новый герой – Ленар. Ему 11 лет. Почти год назад из-за неблагоприятных условий в семье он оказался в городском социально-реабилитационном центре. Здесь он, конечно, нашел новых друзей, но даже дружеское общение не может заменить любовь, которую дарят мама, папа и близкие родственники. Поэтому Ленар готов дать шанс новым родителям. При правильном подходе, если действительно откликнуться, потому что вообще у него какое-то очень теплое и нежное отношение к женщинам. Поэтому если мама больше внимания будет уделять ему, воспитывая в нем мужские какие-то качества, черты, привлекать его к каким-то мужским видам работы, то покажет ему ту ласку и заботу, в которой он нуждается. Из него можно сделать настоящего мужчину, верного друга, помощника. За это время проявил себя как очень добрый, открытый ребенок, искренний. Вот, наверное, доброта – это отличительное качество, которое отличает его от всех остальных детей. Он очень четкий, очень нежный, очень ласковый, немного романтичный. И, в принципе, любую девочку и женщин может покорить какими-то красивыми жестами. Встать на колено, поцеловать руку, обнять, поцеловать и так далее. Не конфликтный, а общается со всеми детками ровно и с мальчиками, и с девочками. Общительный, наверное, в каком-то близком кругу своем, с теми людьми, с теми детками, с которыми он давно хорошо знаком, которым он в чем-то доверяет. Ленар от природы довольно скромный, стеснительный мальчик. Чтобы помочь ему преодолеть эту робость, мы начали знакомство с приятного момента. Это у нас уже хорошая традиция нашей программы «Синяя птица». Для того, чтобы сделать наше знакомство еще более приятным, мы приготовили для тебя небольшие подарки. Вот тебе, держи пакетик, заглядывай. Я надеюсь, что тебе пригодятся те предметы, которые там лежат. Там альбом, и там флешка, ручка, которая пригодится в новом учебном году. А флешка для... Ты же знаешь, для чего она нужна, да? Флешка для обмежения. Ты информацию можешь на ней хранить. Она тоже такая у нас, видишь? Красиво здесь вот достается, открывается. И ты можешь хранить здесь игры, документы, оценки. И все. Вот. Я надеюсь, тебе пригодится. Нам приятно с тобой познакомиться. А ты знаешь, что обозначает твое имя? Нет? Не интересовался? А я вот поинтересовалась. Твое имя имеет арабское происхождение и означает огненный. Да. Его можно... Есть варианты линар, как в твоем случае, а есть ленар. И даже девчонок так называют. Представляешь? Какая им честь. Так, нам сказали, что ты любишь играть в футбол, любишь подвижные игры. А еще что ты любишь? Ну, мне нравятся плавания и всякие подвижные игры. Ну, там, футбол, волейбол, хоккей. Ну, и там, и танцевать. Слова Ленара подтвердили и педагоги. Он не пропускает ни одного спортивного мероприятия. В прошлом году команда социально-реабилитационного центра принимала участие в областном турнире по хоккею в Валенках. Ленар играл на позиции нападающего. Но, к сожалению, победить не удалось. Призовые места завоевали более опытные и старшие ребята. А Копичанам достался кубок за волю к победе. В принципе, он достаточно скромный и стеснительный. Но в последнее время всеобщими усилиями мы добиваемся того, что он начинает чаще участвовать в каких-то общих коллективных праздниках, мероприятиях. Занимает ведущие роли в каких-то конкурсах проводит. Недавно на празднике День матери он выступал в роли дедушки в сказке «Гуси-лебеди». Ленару нравятся спортивные игры. Он в школе любит физкультуру, нравится играть в футбол, в баскетбол с мальчишками играет. С удовольствием уходит на каток, посещает бассейн. Такие подвижные и активные игры ему более нравятся. Но есть и то, что нравится Ленару даже больше спорта – кулинарные занятия. Их он посещает регулярно и с огромным удовольствием. В будущем наш герой собирается это увлечение сделать своей профессией. Хочу стать поваром. Там образование хорошее получить, стать поваром, научиться готовить. Можно и брата накормить, папу, маму. А ты хочешь большую семью? Да. Помогает взрослым Ленар не только на кухне. Откликнуться он может на любую просьбу. На помощь взрослых он откликается всегда с удовольствием. Он очень хорошо проявил себя в работах на огороде. Любит поливать, копать земли и так далее. Вообще вот те виды деятельности, которые присущи мужской половине населения, он как бы с удовольствием выполняет. Ему нравится это. Очень хорошо помогает. Трудится на огороде. Здесь, что не попросишь, Ленар всегда готов помочь. Всегда готов прийти на помощь. Помогает как друзьям, так и нам. Молодец. Сейчас на любимые занятия и полезные дела у Ленара остаются больше времени, ведь учеба в школе закончилась и начались долгожданные летние каникулы. Год он закончил неплохо, без двоек. Ленар у нас учится в девятой школе, закончил третий класс, перешел в четвертый. Учится хорошо, положительно. Ленар любит такие предметы, как математика, информатика. В школе о нем отзываются только положительно. Конечно, бывают некоторые нюансы, но в принципе, мальчик, да, они бывают у каждого ребенка. В принципе, я считаю, что мальчик обучаемый и в школе ведет себя, скажем так, хорошо. Детей не отпугнешь суровостью, они не переносят, только лжи. Об этом важно помнить всем родителям, а в особенности приемным. Копейск – один из лучших городов Челябинской области по показателям устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для оптимизации работы в этом направлении в апреле 2013 года на базе Управления социальной защиты населения была создана школа будущих приемных родителей. За год деятельности обучения прошли 108 семей, 49 из которых взяли на воспитание детей из социальных учреждений. Школа создана для родителей, которые хотят принять свою семью, значит, детей на воспитание. То есть это любой формы устройства, это как усыновление, опека или приемная семья. Школа проводится для того, чтобы увеличить уровень компетенции родителей. Связано это с тем, что в последнее время учтились случаи вторичного сиротства детей. И для того, чтобы вновь детей не помещали в детские учреждения, школа является некой профилактикой детского социального сиротства. Когда к нам обращаются приемные родители, мы им говорим о том, что они будут проходить занятия и диагностику. Значит, диагностика у нас включает особый пакет, да, там тесты, анкета, которую родителям необходимо будет заполнить. А также они начинают посещать занятия, записываются и посещают у нас занятия. Занятия у нас проводятся один раз в неделю, шесть раз. Два раза в неделю идут две параллельные школы. Значит, на занятиях мы рассказываем родителям об особенностях поведения детей, о возрастных особенностях, то есть о трудном поведении детей, какое оно бывает и как с ним справляться. Также рассказываем о юридических факторах, да, с которыми могут столкнуться родители, выбирая ту или иную форму устройства ребенка. Также мы рассказываем будущим родителям о том, какие их ожидают сложности в воспитании детей, о депривации детей, то есть какие травмы уже пережили дети. То есть это зависит от возраста детей и зависит от их особенностей, да, индивидуальных, от характера, от личности, да, то есть вот это вот мы все рассказываем. После окончания школы родители у нас получают психологическое заключение, да, о том, что они готовы быть приемными родителями, а также они получают свидетельство о прохождении школы будущего приемного родителя. Свидетельство мы выдаем государственного образца, то есть установленного образца. Да, и оно является одним из документов, который в последующем будет необходим для полного пакета документов на оформление ребенка в семью. Отклики разные. Изначально, конечно, родители не очень хотят тратить свое свободное время, приходя на наши занятия, но в последующем, как бы, после уже первого, второго, третьего занятия они чувствуют, что это им действительно нужно, то, что воспитание своих даже кровных детей отличается от воспитания приемных детей, и они получают новую информацию, и в конце очень благодарны, и всегда говорят, что это все-таки было нужно. Если вы тоже хотите стать приемными родителями и взять на воспитание малыша, вам нужно обратиться в отдел опеки и попечительства Управления социальной защиты населения по адресу улица Ленина, 61, телефон 3-64-64. Управления социальной защиты населения по адресу улица Ленина, 61, телефон 3-64. Управления социальной защиты населения по адресу улица Ленина, 61, телефон 3-64. Управления социальной защиты населения по адресу улица Ленина, 61, телефон 3-64. Управление социальной защита населения по адресу улица Ленина, 61, torn落 carburetor населения по адресу улица Ленина, 60, телефон 3-64. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok